Сегодня я вам хочу показать, как я буду делать поставку для пробирок, инкубаторов. Итак, начнем. Взял вот такую коробку, склеил, чтобы гипс не протекал при заливке. Буду заливать вот в такой вот форме. Взял я вот такой вот алибастер, 3 килограмма, 55 кг. Нам понадобится еще тары для смешивания гипсом, я взял мороженое и йогурт. Для пропорции. Берем алибастер и добавим сколько нужно. Думаю, еще нужно взять полады хотя бы. Столько же воды. Один к дому взрываю и половину. Мешаю вот такими палочками для ролл. Мешаю примерно около минуты. Сейчас я вам покажу такой консистент. я его размешиваю. Сейчас замешаю и я покажусь. Вот примерно вот такой консистент я его размешиваю. Начинаем густеть скоро. Густеть скоро. Поэтому лучше залить. Заливаем. Можно здесь помешать его чуть-чуть. Сейчас он уже скоро застынет. Как застынет, я вам покажу, как я его буду доставать. И вырезать форму под шприц и инкубатор. Гипс уже застыл. Я его почти почистил. Осталось еще чуть-чуть почистить. Я вам покажу дальше, что будет здесь. Так, я почистил от гипса и от бумаги. Под ней не осталось. Ну, чуть-чуть. Теперь я буду его вырезать форму под шприц. Это инкубатор вот таким вот образом. Здесь еще одно, еще, еще. Для четырех штук. Это я вам показывать, наверное, не буду. Это долгий процесс. Как я все это делаю, покажу. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Так, конечный результат своей подставки для лицов можно использовать для пробирок. Сейчас я вам покажу, где храню своих муравьев. В такой вот коробочке. Вот так они будут теперь у меня храниться. Удобно и красиво. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok